По легенде, в результате нарушения технического регламента на резервуаре с нефтью произошло возгорание паровоздушной смеси площадью 918 квадратных метров. Задействовано 5 единиц техники, 1 ствол-гидромонитор и, соответственно, 32 человека личного состава, плюс 1 единица скорой помощи и 6 единиц вспомогательной техники. Тушение горящих нефтепродуктов имеет свою специфику. Первостепенная задача огнеборцев – охладить горящий резервуар. Кстати, водой такое пламя не потушить. В борьбе с горящими нефтепродуктами пожарные используют специальную пену. Существуют угрозы вскипания и выброса. Это когда нагревается донная вода или взвешенная вода в резервуаре. Все это дело вспенивается, и объем увеличивается в 4-5 раз, и происходит выброс из резервуара. При аварийной ситуации мобилизируются все силы. Каждый работник выполняет свою функцию. К примеру, Елена Барташевич, лаборант химического анализа, постоянно замеряет газоанализатором концентрацию сероводородов, углеводородов и метана в воздухе. В обычное время замеры проводятся в плановом порядке. А сейчас в зоне ее ответственности – постоянный контроль содержания вредных веществ в воздушной среде. Если предельно допустимая концентрация превышена, то, соответственно, какие-то определенные огнеопасные или еще пожароопасные работы невозможно проводить. Либо нахождение людей в этой зоне тоже невозможно. Такие учения проводятся ежемесячно, строго по плану и на всех объектах компании «Порнефтегаз». Нефтяники говорят, что главное – уметь работать слаженно. Привлекаются сюда и наши работники, и предназначены эти учения для координации наших действий с пожарными подразделениями филиала «Сибирь». После учений комиссия, все это время наблюдавшая со стороны, с нефтяниками и пожарными обсудили положительные и отрицательные стороны действий всех ликвидаторов условной катастрофы. Как мы с вами видим, силы и средства и ДПД объекта, и филиала «Сибирь» пожарной безопасности справились с задачей. Ну, оценка есть удовлетворительна, есть неудовлетворительна. То есть, как мы видим, задачи исправились, поэтому оценка учения, я считаю, удовлетворительна. Поставленная задача выполнена, взаимодействие проверено и отработано. Очередные учения на промыслах пройдут уже в следующем месяце. Работники компании утверждают, с каждым разом устранять такие аварии получается быстрее. Главное, чтобы происшествия оставались вымышленными. Алексей Бычаев, Ильша Тракаев, Новости Губкинского.